Началось все в понедельник, когда вступили в силу постановления о закрытии 25 и 26 маршрутов. Напротив мэрии стихийный митинг. Автобусы окружают здания городадминистрации. Водители и предприниматели закрытых маршрутов объявляют забастовку. 21 мая начинается бессрочная забастовка работников маршрутного транспорта. До тех пор, пока мы не снимем все больные вопросы по нашей сфере, забастовка будет продолжаться. Бастующие требуют прекратить передел рынка, отменить решение Думы о проведении конкурсов на маршруты и постановление его мэра о закрытии 25 и 26 маршрутов. В итоге забастовка приводит к транспортному коллапсу. Тысячи людей стоят на остановках. Вот на работу сегодня мы опоздали. У нас очень строго. У нас депримирование за опоздание на работу. Мы как бы ощутили по карману опоздание на работу. Кто виноват? Виновные. Наше руководство города. Наше руководство города, да. Ну вот мэра нету. Посадили мэра этого Макарова. И считаю, что мы в тупике. Сегодня приходилось ездить. Ну и пришлось на трамвае ездить. А на трамвае оно не ездится, да? Не, ездится и ездится. Просто медленнее намного. К такому повороту событий власть оказывается не готова. Начинаются экстренные переговоры. Но к компромиссу стороны так и не приходят. Обязательно будут санкции применяться. Значит, будут составлены организаторы. Будут составлены законные перехватки дороги. Вот и все. А там какая ответственность предусмотрена? Сейчас я не помню. Какая там ответственность предусмотрена? Ну, страх. Да, да. Я напишу в правоохранительные органы документы о незаконности организации такого митинга и перекрытия проспекта Ленина. Ну, а по результатам уже правоохранительные органы сделают вывод. Автобусы с Ленина убирают, но забастовка продолжается. К ней присоединяются почти 90% всего маршрутного транспорта. В понедельник в эфире нашей телекомпании представители двух сторон отстаивают свои позиции. Основная претензия нашей городской власти в том, что главный идеолог конкурсов Владимир Германович Окель разрабатывает данную конкурсную документацию и формирует ее исключительно субъективно, сам определяя лоты, в которые входит тот или иной маршрут, сам лично определяя подвижной состав большегруза, это или пазики, и прорабатывая условия именно для одного перевозчика, для ООО «Горавтотранс». Мы со своей стороны сделали все возможное, вывели дополнительные автобусы на маршруты, но со стороны маршрутного бизнеса происходили даже еще более удручающие ситуации, когда определенные лица бритоголовые ездили на автомобиле, правоохранительные органы сейчас выясняют, за кем стоят эти лица, и прокалывали ножом колеса. Во вторник, на второй день забастовки, тема бандитизма становится главным аргументом власти. Я их называю бандитские структуры в городе Томске. Просто вчера 20 автобусов остановили, просто проткнули колеса. Люди не вышли на работу, потому что мы не можем обеспечить их безопасность. Нужно наводить порядок в городе, а для этого второй вопрос о компромиссах. Мы готовы рассматривать определенные, как говорят, компромиссные варианты, но компромисс и ультиматум разные вещи. Пикетчики провели у мэрии всю ночь, о проколотых шинах и разбитых стеклах в автобусах большая часть ничего не слышала. Люди недоумевают, когда успели стать бандитами. Они закрывают маршруты, убирают нас всех, а мы, бандиты, свои права отстаиваем. Сегодня два маршрута закрыли, послезавтра еще три маршрута на конкурс. Если где-то выходки какие-то были, конечно, я тоже считаю, это несправедливо, если где-то выходки были, мы честно добиваться, надо вот здесь честно добиваться свои права. Маршрутники решают собирать подписи в свою поддержку, а городская дума открывает экстренное собрание. В городе по-прежнему пробки, люди часами ждут автобусов, таксисты поднимают цены в два раза. В итоге дума решает, пикет от мэрии надо убирать, организаторов наказывать. А вот потери тех, кому прокололи шины и разбили стекла, компенсировать из бюджета. Хотя пока не ясно, кто именно это делал и почему. Депутаты обвиняют правоохранительные органы в бездействии. Начальник УВД Виктор Гречман заявляет, пикетчиков разгонять не будут. Правоохранительные органы в какой-то мере подталкивали инициировать силовую акцию по разгону этих бюджетчиков. Я бы посчитал, что да, подталкивают. Но самое-то главное не это. Я считаю, что вот этим нагнетанием обстановки хотят прикрыть свою бездеятельность. Уже к вечеру второго дня спикер Гордумы Николаичук отказывается от резких оценок действий бастующих маршрутников. Сегодня я предлагаю, первое, прекратить нарушение закона. Только после этого мы переговоры все проведем. Да, действительно, социальные вопросы, которые возникают при вот таких проведениях конкурсов, когда люди взяли кредиты и не знают, как рассчитаться, их нужно решать. Трудоустройство нужно решать. Финальные переговоры власти и маршрутников длились почти весь день в среду. Ряды бастующих покинула большая часть перевозчиков. До решения суда администрация сохраняет статус-кво, то есть не идет на отмену ранее принятых своих решений, ни в части проведения конкурса, ни в части решений об открытии маршрутов и их закрытии. Я же разговаривать не захотел. Это разве можно с людьми так обратиться, с животными так не обращаются. После сегодняшнего решения, как нам жить? У нас у всех кредиты, чем их платить? Жители тех районов, которые обслуживались 25-26 маршрутом. Завтра вы также прекрасно сможете уехать на 25-26 маршруте. Также через 4-5 минут мы вас будем вывозить к месту работы и обратно домой. Наши действия абсолютно законны и соответствуют требованиям как лицензирования, так и нормам пассажирской безопасности. Если администрация это не устраивает, пусть подает в суд. Водители, вы завтра согласны работать на своих маршрутах? Сегодня на 25-26 маршруты вышло полсотни автобусов. Перевозчики говорят, дальше противостояние с властью будет в рамках правового поля. Хотя чиновники мэрии уже заявили, выход на линию этих маршрутов не закона. Но обе стороны конфликта ждут решения суда. Сегодня же от Гор автотранса в милицию поступило заявление о самовольном выходе предпринимателей на несуществующие 25-26 маршруты. УВД намерено провести тщательное расследование. Транспортная инспекция проверки. Зам. мэра Мельников заявил, транспортная схема будет меняться и дальше. Городская дума планирует выделять деньги на развитие муниципального транспорта. А пассажирам остается надеяться, что транспортный кризис в Томске больше не повторится.